Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена, в общем-то, наверное, более таким административным мероприятиям, которые необходимо сделать при подготовке к отчетности за полугодие. Вы на экране видите наши контакты, наша электронная почта, наш телефон, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если кому-то оказалось неудобно время проведения или не удалось, например, досмотреть до конца, то в этом случае вы сможете зайти попозже на сайт. Мы выкладываем запись вебинара и, соответственно, вы можете посмотреть и сам наш вебинар, и, может быть, вас заинтересуют какие-то другие материалы. Так что милости просим. Итак, сегодняшняя программа у нас. Мы поговорим о фискальных накопителях, о требованиях по охране труда, о инструкциях по охране труда, про воинский отчет и про персонифицированный отчет. Ну и, естественно, зацепим дополнительные сервисы и отчеты. Собственно, как будет проходить наш вебинар? Нормативные материалы мы с вами будем смотреть по слайдам и будем параллельно переключаться на демо-версию программы ERP. Сейчас я переключусь вот так. И будем ручками уже осмотреть, как сделать то, о чем мы с вами поговорили. Сейчас мы возвращаемся обратно на наши слайды. Итак, когда нужно поменять фискальный накопитель? Почему стоит такой вопрос? Потому что были вопросы, которые касались того, что не очень понимают, чем фискальный накопитель отличается от кассы. То есть фискальный накопитель – это чип в кассе, ну, фактически память кассы, в котором хранится зашифрованная информация о ваших операциях по кассе. И кроме того, что фискальный накопитель имеет, ну, скажем так, как срок годности декларативный, то есть 15 месяцев и 36 месяцев. Это когда надо по нормативам менять фискальный накопитель в кассе. Но он может закончиться и раньше, например, если у вас большой поток операций, то есть если у вас большой именно кассовый оборот, то обратите внимание, то есть это не эквайринг, это именно кассовый аппарат. И поскольку есть такое нормативное положение, что работа кассового аппарата без фискального накопителя незаконна, то лучше обратить на это внимание, чтобы не оказалось, что вам нужно сдавать отчетность, а у вас все закончилось, и, собственно говоря, все пропало и все остановилось. Требования к фискальным накопителям изложены в федеральном законе 54 о применении ККТ, это у нас статья 4.1. Ну и, естественно, нужно помнить о том, что фискальные накопители должны соответствовать утвержденным моделям кассовых аппаратов, которые входят в реестр налоговой службы и размещены на сайте ФНС. Одна из причин, как я уже сказала, это истечение срока службы. Естественно, замена не бесплатная, замена платная, но обычно за два где-то месяца операторы кассовых аппаратов предупреждают о том, что у вас заканчивается срок использования, и, соответственно, вы можете выбрать из тех моделей, которые поменяются. Ну, фискальный накопитель, вот вы видите сейчас на слайдике картинки, то есть фискальный накопитель – это вот такой вот блок, который вам надо поменять. И, в общем-то, на сайтах очень много предложений, и на сайтах организаций, которые занимаются кассовой техникой, достаточно много предложений. Ну, цены варьируются тоже в зависимости от того, какой фискальный вы накопитель возьмете и на какой срок, то есть на 15 месяцев или на 36 месяцев. Еще немножко справочной информации. То есть, естественно, предсказать заранее, когда произойдет блокировка фискального накопителя из-за переполнения, достаточно сложно. А вот при завершении периода его регистрации вам будут присланы сообщения, то есть обычно фирмы очень трепетно к этому относятся, потому что это их заработок. Как поменять фискальный накопитель? В этом случае есть два способа. Первый – через карточку регистрации кассового аппарата. И в этом случае вы можете посмотреть в личном кабинете на сайте налоговой инспекции, когда вам необходимо будет это сделать. И второй способ – это проверить срок действия фискального накопителя на сайте не ФНС, а на сайте ОФД, то есть оператора фискальных данных. То есть вам нужно перейти в карточку своего ККТ и посмотреть, соответственно, на эти даты. После того, как вы заменили фискальный накопитель, хочу напомнить, что хранить его мы должны в течение пяти лет с момента закрытия его архива. И, в принципе, во-первых, фискальные органы могут потребовать, чтобы вы предъявили фискальный накопитель. И если вдруг вы его не сохранили, то в этом случае будут серьезные штрафы. Ну, соответственно, у фискального накопителя есть объем памяти. И независимо от периода эксплуатации устройство рассчитано примерно на 250 тысяч записей, то есть 256 мегабайт. Ну, как я уже говорила, если у вас крупное торговое предприятие, то это может быть и раньше. По-хорошему желательно составить график, когда примерно должна быть замена. И в зависимости от объема памяти, и в зависимости от срока эксплуатации. Вот вы видите ссылочку, что оповещение в среднем за два месяца приходит до необходимости замены фискального накопителя. То есть эту напоминалку вам пришлет и фирма, которая работает с вашей кассовой техникой, то есть оператор ОФД, и, соответственно, налоговые органы тоже будут в личном кабинете, можно будет это посмотреть. Кроме того, что мы должны поменять фискальный накопитель, в общем-то, необходимо настроить рабочее место кассира. Живет у нас эта настройка. Сейчас мы с вами посмотрим на дембазе. Это у нас идет настройка НСИ и администрирование. И, соответственно, здесь это будет казначейство и взаиморасчеты. И, соответственно, мы выбираем этот пункт. Я сейчас еще раз вернусь на слайдики. То есть у нас есть РМК и оборудование. Снова вернулись сюда. НСИ и администрирование. И мы должны не забыть, находится у нас настройка в разделе администрирование. И здесь вот у нас есть РМК и оборудование. Соответственно, вот если мы по этой ссылке переходим, то мы попадаем в настройку рабочего места кассира. И, собственно говоря, в настройке мы должны указать, если мы используем какие-то сочетания клавиш, кто кассир, менеджер торгового зала, например. То есть указываем лица, которые у нас уполномочены работать с кассовым аппаратом. И мы указываем на закладочках. Соответственно, сам кассовый аппарат. То есть это может быть и фискальный регистратор, и кассовый аппарат. Сейчас очень часто используется аренда кассовых аппаратов. В этом случае вам не надо забивать голову. Надо только подключить использование кассового аппарата, чтобы была возможность работать с 1С. Снова вернемся к нашим слайдикам. Сейчас мы снова туда переключимся. Еще раз напомню, настройки рабочего места кассира у нас происходят через раздел администрирования и НСИ, то есть нормативная справочная информация. И почему мы с вами говорим, что нужно обращать внимание на фискальный накопитель. Самое основное, чтобы у вас все сроки были актуальными. Потому что в плановом порядке замена занимает достаточно мало времени. То есть достаточно несколько последовательных шагов и перерегистрировать ваш новый фискальный накопитель в налоговых органах. Обратите на это, пожалуйста, внимание, что именно требуется регистрация в налоговых органах нового фискального накопителя. Еще одно очень интересное новшество, скажем так, это то, что коснулось охраны труда. Это уже следующий пункт нашего плана на сегодняшний день. Появились новые требования по и от инструкции по охране труда. Это локальный нормативный документ, который устанавливает требования охраны труда при выполнении работ. Ну, соответственно, в производственных помещениях, на территории организации. Ну, особенно это стройплощадок касается. И, собственно, работников, которые работают с опасными условиями труда и так далее. То есть у нас инструкции могут быть и по профессиям, и по видам работ. Значит, сейчас, ну, как бы, почему вопрос становится именно сейчас? Потому что до этого инструкции по охране труда и их разработка носили рекомендательный характер. То есть так требовалось делать, но это было все-таки необязательным. А сейчас у нас порядок разработки уже обязательный. И, соответственно, его несоблюдение грозит административными штрафами. Смысл этих новшеств в том, что инструкция по охране труда должна состоять не менее чем из пяти разделов. Обычно предприятия для составления документов по охране труда привлекают специализированные организации, которые весь комплект документов по охране труда вам вручают на руки. Ну, если вдруг вы вынуждены заниматься этим сами, то, соответственно, обратите внимание на то, какие должны быть инструкции. То есть инструкция должна в обязательном порядке состоять не менее чем из пяти разделов. Больше вы, естественно, можете добавить уже в соответствии со спецификой вашей работы. Но это должно быть не менее пяти разделов. И вам, в общем-то, необходимо пересмотреть документы, которые у вас составлены на охрану труда. Наименование разделов в инструкции должны быть именно такие, какие мы перечислили, потому что, как мы раньше говорили, этот приказ теперь обязательен к применению. То есть вы делаете инструкцию по охране труда на, допустим, должности, но, кроме этого, вы составляете документ, по которым еще есть привязка по фамильям, то есть к конкретным сотрудникам. И если сотрудники меняются, то, соответственно, должны быть несены изменения и в документы по охране труда. И, в общем-то, при проверке обращают внимание именно на соответствие вашего нынешнего, так сказать, состояния, вашей штатной инструкции и ваших реально работающих сотрудников тому, что у вас указано в инструкции по охране труда. И еще эта инструкция, которая должна быть в каждом предприятии, это по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве. Хочу напомнить, в принципе, те, кто работает особенно с опасными специальностями, с опасными работами, ну, чаще всего это строители, должны обращать на это особое внимание, потому что если у вас все-таки приключился несчастный случай на производстве, это влечет за собой автоматически изменения вашей тарифной ставки. Ну, раньше это было ФСС, страхование от несчастных случаев производственных заболеваний, но сейчас это у нас объединенный фонд, и, соответственно, у вас изменятся тарифы на взносы по несчастному страхованию. И в течение определенного периода, порядка года, вы не сможете изменить этот тариф, соответственно, даже если подадите сведения о том, что по виду деятельности вы имеете право применять другой тариф. Следующий момент – это работа с воинским учетом. Воинский учет сейчас у нас тоже под пристальным вниманием, и вот здесь больше, наверное, административных косяков, потому что к воинскому учету относились, в общем-то, спустя рукава, и особо за нарушением подачи сроков отчетности или непредоставлению каких-то сведений. В общем-то, военкоматы не применяли штрафные санкции и, в общем-то, относились достаточно лояльно. Сейчас ситуация изменилась, и если у вас вдруг вы не вели воинский учет, то в обязательном порядке нужно быстренько это сделать, пока, скажем так, не стало поздно. На самом деле, для работы с воинским учетом в ЕРП требуется несколько шагов. Те, кто работает с воинским учетом, в принципе, их знают, но я на всякий случай напомню. Значит, новые правила по воинскому учету в общем не изменились. Изменилось внимание, которое уделяют этой сфере. То есть и раньше надо было подавать отчетность в военкомат и воинский комиссариат. Отчетность подавалась один раз в год. Соответственно, дату и время устанавливает тот военкомат, к которому вы относитесь, то есть территориально. И территориально, то есть это военкомат, который по юридическому адресу у вас зарегистрированы вы. Сейчас объединение фондов, в общем-то, немножко изменило отчетность. Мы про это поговорим чуть-чуть попозже. А первоначально, чтобы быстро ликвидировать пробел, если у вас воинский учет не ведется, то сейчас мы перейдем в нашу демобазу и посмотрим на демобазе. Во-первых, нужно активировать функциональные опции, которые позволяют вести воинский учет. Для этого мы переходим в раздел инсы и администрирование и интересовать нас будет раздел кадры. То есть в разделе кадры, как вы видите, есть обычные настройки, которые вы применяете в ваших реалиях, так сказать, в вашем действующем кадровом учете. А для работы с военным комиссариатом надо немножко ниже спуститься. Здесь у нас есть разряд воинский учет. Если мы ставим только вот этот флажок, то есть чекбокс, то в этом случае воинский учет у нас мы имеем возможность вести и будет формироваться вот этот один отчет, про который мы с вами только что проговорили, который подается один раз в год в сроки, который установил военкомат. Но если вы хотите пользоваться возможностью бронирования граждан на период мобилизации и на военное время, то мы ставим вот здесь вот красивую зеленую галочку, то есть чекбокс, и эта галочка нам добавляет еще дополнительно два отчета, которые сдаются, ну, соответственно, тоже в воинский комиссариат. Сейчас идет, в общем-то, достаточно быстрый переход на электронный документооборот. Ну, вот практически повестки были у нас для тех, кто попал под мобилизационные мероприятия или какие-то другие, сейчас ссылаются в электронном виде и идет обсуждение того, что в воинский учет у нас тоже будет переведен на электронный документооборот. Но пока этого нет, на это нужно обращать внимание. Особенное внимание нужно обращать, потому что сейчас пока нет унифицированных, скажем так, сроков и документов, то в 1С формируются стандартные формы отчетности, но ваш военкомат может применять региональные формы, которые могут содержать, например, какие-то местные аббревиатуры, местные, утвержденные локальными нормативными актами вашего региона дополнительную какую-то информацию. То есть нужно проверить в военкомате, по той или форме вы предоставили отчетность. Ну и, соответственно, дальше действует обычное правило, когда вы подаете отчетность, то есть чтобы вам поставили штамбрик входящая или другой формат подтверждения того, что вы подали информацию в отчетные органы. После того, как мы проставили вот эти два чекбокса, у нас в разделе кадры появляется раздел воинский учет, листки сообщений об изменениях и документы по бронированию. И в разделе зарплата у нас тоже появляется возможность ввести воинский учет. Интерфейс, в общем-то, у нас достаточно похожий. Единственное, что, допустим, если вы работали с бухгалтерией, с конфигурацией бухгалтерия, то у вас будет немножко больше вот здесь вот меню. Меню выбора будет состоять из четырех пунктов. Но на самом деле документы, которые расположены и в ERP, и в бухгалтерии, они, в общем-то, одинаковые, только немножко по-другому скомпонован интерфейс. Если мы переходим в раздел кадров воинский учет, то, соответственно, мы должны создавать документы, по которым передаем сведения в воинский комиссариат и в карточку Т2. Собственно, мы выбираем сотрудника, заполняем про него сведения, и сведения у нас берутся из кадрового учета, то есть из той информации, которая у вас внесена при приеме на работу. И потом эти карточки сверяются с военкоматом. И, соответственно, если информация где-то оказалась неточным, то это можно отметить, исправить и все так далее. То есть без штрафных санкций, но можно все исправить. А вот если вы пропустили сроки или не сдали, вот тогда уже ситуация изменяется. Снова вернемся к нашим слайдам. Напомню, что информацию, которую мы должны заполнить в карточке на сотрудника, это при приеме на работу делается и на основании каких документов. То есть, естественно, для большинства военно обязанных данные заполняются по военному билету. Если у вас есть призывники, то, соответственно, по удостоверению гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В этом случае просто должен быть выделен человек, который будет работать с военкоматом. Ну и, соответственно, он должен ввести всю соответствующую документацию. Сейчас я вам покажу слайдик. То есть это слайдик того места, так сказать, где мы с вами только что были и ручками смотрели вот эти вот пункты. То есть еще раз хочу напомнить, что они находятся в разделе инсы и администрирования и подраздел кадры. Как быть, если у вас, например, не ввелся военский учет, то вам в пожарном порядке нужно его восстановить. В этом случае мы с вами из раздела инсы и администрирования вот проставляем, естественно, вот эти флажки, которые я вам только что показывала и заполняем информацию, которая необходима для введения сведений об сотрудниках. Но, кроме этого, нам будет еще необходимо восстановить, так сказать, нормативную документацию. В этом случае у нас в разделе инсы и администрирования мы должны найти организацию и, соответственно, в карточке организации у нас есть раздел зарплата и кадры. Сейчас мы снова с вами переключимся на ИРП, инсы и администрирование. Вот он у нас с вами. И кадры, допустим, воинский учет. Вот галочки, которые мы уже проставили. А теперь снова, сейчас я вам покажу слайдик, в разделе инсы и администрирования мы с вами выбираем меню организации. То есть, если у вас вы ведете мультифирменный учет, то это ваше юридическое лицо, которым вы, допустим, хотите восстановить воинский учет. Итак, мы... Упс, извините, промахнулась. То есть, у нас появляется раздел воинский учет. И в воинском учете мы по ссылке изменить, вот по гиперссылке, попадаем вот в такое меню. Сейчас мы его с вами посмотрим. Раздел инсы и администрирования. И в разделе инсы у нас с вами есть меню организации. Это если при первоначальных настройках вы проставили флажок, что вы ведете мультифирменный учет, то есть, несколько юридических лиц. Если у вас одно юрлицо, то, соответственно, у вас такого пункта не будет. Значит, мои юрлица. Вот журнал мы сейчас видим, мои юрлица. И, допустим, возьмем мы первое попавшееся, Андромега. Как вы видите, это карточка юридического лица. И здесь у меня есть закладочки, то есть, учетная политика, регистрационные данные. И закладка зарплата и кадры. И вот здесь у нас появляется, после того, как мы проставили флажки в разделе, у нас появляется блок ведения воинского учета. И по гиперсинтиму, переходим в этот блок, и вот нормативные документы, которые должны быть у организации. То есть, во-первых, план работы по осуществлению воинского учета. Здесь уже, если вы не поленились при первоначальных настройках и заполнили все поля, которые требовалось про вашу организацию, то есть, вот наша Андромеда, то есть, если вы заполнили все регистрационные данные, адреса, телефоны, ответственных лиц, то в этом случае у вас формируется уже готовый документ, которым достаточно проставить число и автограф с печатью о том, что этот план утвержден вашим руководителем. Ну, соответственно, он должен быть согласован и с военным комиссариатом. То есть, недостаточно, как некоторые другие локальные акты, просто его утвердить печатью и подписью вашего должностного лица. Это должно быть согласовано с военным комиссариатом. Ну и, соответственно, дальше перечисляются пункты, которые вы должны соблюдать при ведении учета и сроки, в которые должны быть выполнены какие-то определенные действия. И вот здесь вы должны написать ответственную, то есть, написать дежурную жертву, которая должна выполнять вот предписанные процедуры. Сюда входит, заметьте, и бронирование граждан, ну и, соответственно, идет раздел составления отчетности. И вот на что я хочу обратить ваше внимание, то есть, пункт 25, то есть, вы должны сохранять какие-то, сохранять и предоставлять какие-то дополнительные отчеты. Ну и вот, собственно говоря, график, по которому вы должны их делать. после объединения фондов, то есть, пенсионного фонда и фонда социального страхования, когда у нас появился единый социальный фонд, у нас теперь сдается отчет ЕФС-1. Собственно говоря, интересует нас этот отчет с одной единственной целью, что при приеме или при увольнении, то есть, проведении, таких кадровых мероприятий. Отчет ЕФС-1 соответствующий раздел, то есть, не весь отчет, а только раздел, который соответствует, допустим, СЗВТД, мы должны предоставлять на следующий рабочий день после проведения такого кадрового мероприятия. По воинскому учету у нас была немножко другая ситуация, то есть, мы должны были предоставлять отчет в течение двух недель, но вот в этом году совсем недавно был изменен срок предоставления такого отчета, и теперь он предоставляется в течение пяти дней. То есть, мы с вами в течение пяти дней должны подать сведения по воинскому учету на сотрудника, которого, например, приняли. И второй момент, который мы должны учитывать, это приказ об организации воинского учета. в идеале, конечно, чтобы эти документы были датированы прошлым годом, так же, как учетная политика, потому что они входят в состав учетной политики. Ну и, соответственно, если вы делаете, например, в декабре принятие учетной политики, то автоматом должен быть приказ о проведении воинского учета, и приказ у нас сформируется отсюда же, из этого же пункта, вот он у нас приказ об организации воинского учета граждан, собственно говоря, дальше идет готовый текст, который вы можете взять как основу, естественно, вы можете свою какую-то форму приказа разработать, но вот в той реализации, которая есть на данный момент, приказ сформируется автоматически, и повторюсь, если вы не поленились и задали должностных лиц с фамилиями отчества, то у вас будет полностью готовый документ, если нет, ну придется, соответственно, ручками дописывать. Обращайте внимание на мелкий текст, то есть согласовываться с военным комиссариатом и так далее, то есть недостаточно того, что оно будет заверено вашими подписями и печатями. Еще один достаточно интересный момент, кроме воинского учета, сейчас еще пару слов про воинский учет скажу, на самом деле, вот у меня на слайдике выбраны отчеты, которые мы должны предоставлять на данный момент, и, соответственно, по срокам сейчас немножко изменения внесли, как я уже говорила, раньше был двухнедельный срок, сейчас срок пятидневный, и отчеты, вот эти два отчета у нас добавились, как только мы поставили два дополнительных флажка по учету бронирования, и второй, такой, в общем-то, важный момент, который нам надо обязательно просмотреть перед составлением отчетности за полугодие, это изменение правил по персонифицированному учету. Эти правила изменились, как я уже говорила, в связи с тем, что у нас произошло объединение пенсионного фонда соцстрахов, единый социальный фонд, и, в общем-то, выпущена новая инструкция по ведению индивидуального, то есть персонифицированного учета сведений, что самое интересное, что вступает в силу со 2 июня 2023 года. Соответственно, инструкция, которая изменила эти правила, говорит, что в общем-то мы должны при приеме на работу гражданина, при этом без разницы, обратите внимание, что по трудовому договору, что по договору ГПХ, если на сотрудника не открывается индивидуальный лицевой счет, работодатель все равно должен его зарегистрировать в системе индивидуального или персонифицированного учета в этом нашем объединенном фонде. Это у нас форма АДВ-1, она в принципе не новая, она уже всем давно знакома, но тем не менее мы должны подавать опять же эту форму и при приеме обычных сотрудников, то есть по трудовому договору и при приеме ГПХшников. То есть обратите внимание, потому что ГПХ в этом году стали облагаться и всеми взносами и собственно говоря они практически приравнены к обычному трудовому договору. И предоставляются они также в составе единой отчетности, то есть это у нас действует новый отчет ЕФС-1 и утверден он практически этот отчет у нас действует с начала этого года, ну и соответственно у него до сих пор происходит достаточно много изменений, то есть оно состоит из двух разделов. Первый раздел это это сведения по сотрудникам именно по персоцинифицированным данным и о приеме и об увольнении. То есть это у нас отчет, который вот мы формируем только в соответствующем разделе и подаем его в сроки, которые мы уже говорили при приеме на следующий рабочий день и если для военкомата, то в течение пяти рабочих дней сейчас. В общем-то в число изменений по персоцинифицированному учету у нас есть три серьезных изменения. То есть при приеме на работу гражданина, на который вы обратите внимание, не открыт индивидуальный лесовой счет, работодатель должен зарегистрировать его в системе персучета СФР. То есть Объединенного Фонда. Для этого продаем анкету по форме АДВ-1. И соответственно она предоставляется в те же сроки, в которые предоставляются сведения о приеме об увольнении. Это бывший отчет СЗВ-ТД, тоже всем хорошо знакомый. То есть это первый раздел и вы в этом случае заполняете в отчетности ЕФС-1 первый раздел и вносите туда сведения, соответственно, которые входили раньше СЗВ-ТД. И если это, например, новый сотрудник, то делайте за него анкету по форме АДВ-1. и предусмотрено всего два способа подачи таких сведений. В бумажном виде, то есть когда вы несете живые документы с печатью и с подписью, либо в электронном виде с электронной подписью. Вот здесь возможно подавать либо через госуслуги, либо через личный кабинет, но собственно подача в электронном виде, вот это нужно иметь в виду, с электронной подписью на данный момент больше не работает. То есть соответственно, если у вас больше 10 человек, сведения нужно подавать только в электронном виде, но в этом случае нужно проверить, каким способом вы его подаете. При меньшем количестве работников вы можете предоставлять такие сведения и на бумажном носителе. Но поскольку у нас сейчас практически везде внедрен электронный документ оборот, то нужно заранее проверить, чтобы у вас все работало и были действительными электронные подписи. И есть такое немаловажное уточнение, то есть это дата, в которую считается полученным уведомление СФР, если вы в своих сведениях допустили какие-то ошибки. В этом случае у вас имеется 5 дней, то есть если вы получили уведомление от объединенного фонда, что у вас что-то неправильно, то есть какие-то ошибки обнаружены, то у вас есть 5 дней для исправления. В этом случае если по ТКС, то есть по электронным каналам связи, это дата, которая подтверждается оператором ЭДО, или если в личном кабинете, то дата размещения в личном кабинете. То есть автоматом формируется уведомление и в этом случае уже способ, когда допустим действовали не открываем, поэтому не получится срока получения, уже не будет действовать. Снова возвращаемся с вами в наши слайдики. Вот мы с вами остановились на том, что у нас появился блок воинского учета и мы с вами сделали два документа, если вдруг у нас их раньше не было, это мы сделали документ план работы по осуществлению воинского учета и приказ об организации воинского учета, то есть приказ, который вводит в действие план работы по осуществлению воинского учета. Напомню, что мы ставим период с какого времени действуют эти наши документы, ну и добавляем, если требуется следующий год, то есть если, например, у вас стоял 22-й год, то соответственно 23-й, 24-й и так далее. Нет, не будем мы вносить изменения. И напомню еще один момент, что в этом году у нас было достаточно много изменений и в формах отчетности и в порядке расчета были изменения и соответственно в конфигурациях 1С эти изменения учитываются и здесь нам нужно иметь в виду, что в первую очередь изменения, которые касаются сотрудников, то есть кадрового учета и так далее, появляются в конфигурации 1С зуб. примерно в течение 7-10 дней после этого они появляются и в конфигурации 1С ERP. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы вы были уверены, что вы сдаете все документы по актуальным сведениям, по актуальным формам, вам нужно проверить, какой у вас стоит релиз. Проверяется вот эта пиктограммка у нас и здесь нас интересует вот такая пиктограммка и с точкой, то есть информация о программе. Здесь мы с вами видим, какая у нас стоит платформа, а вот здесь мы видим сведения о нашей конфигурации, то есть какую конфигурацию мы применяем. То есть мы с вами сегодня смотрели на 1287, это не совсем древняя, но уже есть и более поздние версии, и обратите внимание, что здесь нужно обращать особое, скажем так, внимание на то, является ли ваша версия версией длительной поддержки или не является. Если вы проверили, что у вас здесь все в порядке, актуальный релиз, то значит в этом случае вы спокойно формируете отчетность. хочу обратить внимание вот на какой момент. Сейчас мы закроем окна, чтобы нам лишнее не мешалось. Настройки рынка нам уже не нужны и оборудование тоже. то то есть когда мы формируем отчетность, это у нас живет в разделе регламентированный учет и здесь у нас есть блок 1С отчетность. Этот блок у нас присутствует и в разделе кадры и в разделе зарплата. Это один и тот же блок на самом деле для того, чтобы было удобнее работать именно расчетным специалистам, которые работают с документами. Еще один момент. Отчетность ЕФС предоставляет небольшой простор для творчества юридическим лицам. Поскольку в нормативных документах не сказано, что отчетность должен подавать например главбух или там какой-то другой счет на работник. В этом случае можно делегировать полномочия. Например, по кадрам отчетность ЕФС 1 формируют кадровые работники. А отчетность, которая касается начислений, удержаний, ну соответственно расчетов каких-то социальных выплат, в этом случае могут формировать бухгалтерские работники. Если нас интересует создание документа отчета ЕФС 1, то допустим из раздела кадры мы можем перейти в раздел электронные трудовые книжки и здесь уже создать соответствующее заявление. Вот видите сформируются сведения о трудовой деятельности работников, то есть бывшей СЗВ ТД. В этом случае мы заполняем сюда данные и при выводе на печать получаем уже отчет в новой форме ЕФС 1 или отчет в старой форме СЗВ ТД. СЗВ ТД в данный момент, не в данный момент, в этом году мы можем формировать, если нам надо внести какие-то исправления в прошлый период. В этом случае мы формируем их по форме СЗВ ТД. Если касается уже операций и этого года, то мы формируем по форме ЕФС 1. Ну, соответственно, напомню, что кадры формируют отчетность по новой форме на следующий день после проведения кадрового мероприятия. Но кроме того, что у нас есть отчетный блок в разделе зарплата, вот вы видите, он практически идентичен тому, что у нас есть в разделе регламентированный учет. Здесь нужно сказать еще об одном, то есть 1С отчетность не только наименование вот этого самого блока, это еще и наименование сервиса отдельного. Что дает сервис 1С отчетность? Он дает прямую возможность прямую работать сайтом налоговых органов, то есть он реализует прямой обмен между вашей 1С и сайтом фискального органа. Если я, например, перехожу из раздела 1С отчетность, перехожу в регламентированные отчеты, это у меня собственно говоря, будет мой общий журнал отчетности, который я сдаю, запускается рекламка, то есть информация про то, что такое именно сервис 1С отчетность. И здесь я могу во-первых поподробнее почитать, что это мне даст по гиперссылочке, ну и во-вторых подключиться к отчетности вот прямо сейчас не отходя от кассы, но нужно помнить, что если у вас подписка ИТС проф, то вы можете бесплатно подключить одно юридическое лицо. Если у вас ИТС техно, то подключить этот сервис вы можете за дополнительные деньги, но сумма достаточно дружественная, то есть например таким же образом за дополнительные деньги вы можете включить проверку например контрагентов. В этом случае сумма подключения будет на год порядка 4800 рублей. Если это разделить помесячно, то сумма получится совсем дружественная. и собственно говоря 1С отчетность это блок действий, который мы можем выполнить. Как вы видите, это переписка с фискальными органами проведения сверки, выписка из ЕГРУ и личные кабинеты. Вот здесь про личные кабинеты хочется сказать еще два слова. Когда мы работаем с физическими медицинами, то есть например с нашими сотрудниками, в разделе кадры есть сервис 1С кабинет сотрудника. Он точно также есть в разделе зарплата, то есть вот он сервис кабинет сотрудника. В этом случае сейчас я его запущу, чтобы мы могли посмотреть. Ну во-первых более подробно про сервис мы можем почитать по ссылочке. У меня демо-мбаза, поэтому к сожалению я не могу перейти по ссылочке. Но вы должны заполнить информацию, которая вот в полях с красным подчеркиванием напомню такие поля обязательны для заполнения и программа пока вы не заполните такое поле не даст вам двигаться дальше. То есть вы выбираете дежурную жертву, то есть ответственного кто будет работать с личным кабинетом например и сотрудники могут получать средние свои зарплаты например справки 2НДФЛ или какие-то другие которые ему нужны напрямую через личный кабинет не дергая бухгалтера и не приставая с разными вопросами а сколько у меня начислены НДФЛ и так далее. второе упоминание про личный кабинет у нас находится в сервисе 1С отчетность и соответственно здесь личные кабинеты касаются уже самого юридического лица то есть вашей организации и здесь можно получать достаточно подробно ну то есть собственно самый оперативный способ получения информации вот например мы сразу переходим на сайт налоговых органов и здесь мы уже входим обратите внимание можно и через госуслуги и по ключу ну то есть разными способами сюда входить но единственное конечно надо сначала это настроить и в этом случае мы сразу видим на сайте например той же ФНС состояние наших дел то есть какие выставлены требования все такое СФР бывший ФСС видите то есть здесь у нас личный кабинет юридического лица который в котором отражаются сведения он например о камеральных проверках о начисленных пенях там штрафах и так далее а вот это второй личный кабинет видите этот кабинет касается отслеживания электронных листков нетрудоспособности код вид деятельности допустим ну практически все социальные выплаты то есть с ними мы можем работать вот через этот кабинет и здесь еще хочу обратить ваше внимание то есть соответственно здесь видите госуслуги природнодзор но самое опасное это у нас статистика и соответственно здесь почему он самый опасный потому что в этом году статистика разослала достаточно много новых отчетов и многие предприятия попали под новую статистическую отчетность ну в смысле новую как она давно уже действующая но большинство предприятий не должны были ее сдавать но в этом году попали под выборку поэтому перейти по вот этой вот ссылке в личный кабинет на портале статистики статистики и по вашему НН посмотреть не попало ли ваше предприятие в какие-либо выборки то есть какая еще отчетность должна вам издаваться и в какие сроки почему я сказала что это опасный потому что в общем-то информация о том что статистика имеет право применять штрафные санкции муссируется уже достаточно давно но практически таких начислений не было но начиная с прошлого года статистика начала предъявлять реальные штрафные санкции то есть например если вы не сдали какой-либо отчет или сдали его не вовремя или какие-то еще другие нарушили требования например указали недостоверную информацию статистика имеет право применить штрафные санкции до 70 тысяч рублей на первый случай если такой проступок у вас например повторно то в этом случае штрафные санкции увеличиваются до 150 тысяч согласитесь платить такие достаточно крупные суммы только потому что вы экономили 5 минут и не сходили на их сайт достаточно обидно вот и здесь появилось еще в меню появился еще один пункт банк россии то есть личный кабинет через банк россии почему это важно потому что сейчас как вы знаете применяется система светофор и каждому предприятию присваивается какая-то цветовая группа то есть зеленые это абсолютно благонадежные белые пушистые юридические лица допустим оранжевые это те которые были замечены в каких-то не вполне скажем так адекватных операциях и красная это зона риска с которыми банк вам может заблокировать операции то есть не переводить и соответственно если вы работаете с предприятием из красной зоны то вы и сами попадаете под более пристальный контроль и соответственно можете потерять свою окраску то есть банк будет анализировать и ваши платежки и ваши контракты то есть может запрашивать у вас дополнительную информацию то есть эта система называется банковская система светофор и вот по этой ссылочке вы можете перейти в нее и собственно получить информацию по вашим расчетным счетам по вашему предприятию итак мы в общем-то с вами посмотрели так сказать наиболее опасные сферы которые сейчас минуточку я перейду из перейду из наших демо-примеров перейду снова к нашим слайдам и вот еще на чем хочу остановиться ну во-первых по штрафным санкциям уже достаточно много писали на всяких информационных ресурсах и и на юридических сайтах что штрафы по перс отчетности с 23 года у нас тоже увеличились но здесь есть несколько приятных моментов то есть штрафы остались те же то есть было у нас 500 рублей за каждого работника 500 рублей так и осталось вот здесь срок уплаты штрафов у нас увеличился то есть раньше было в течение 10 календарных дней с момента получения требования от пенсионного фонда в этом году срок увеличен до 20 календарных дней ну соответственно уже от объединенного фонда не от пенсионки и вот тут небольшой кусочек ветчины то есть если мы успели в течение 20 календарных дней то мы можем оплачивать штраф не полностью а в размере 50 процентов то есть вот это конечно приятно дальше это освобождение от ответственности то есть мы имеем право подать уточненные исправленные сведения в случае если мы получили требование о том что требуется уточнить там ну дальше расписано что конкретно то ответ на такое требование мы должны дать в течение 5 рабочих дней с момента получения такого уведомления либо если бухгалтер самостоятельно выявит ошибки не дожидаясь того когда их выявит объединенный фонд например при камеральной проверке то есть в этом случае мы имеем право подать либо уточненные сведения либо предоставить какие-то документы которые подтверждают почему мы составили именно так как подали отчет но здесь у нас ритуальный есть небольшой такой момент на который надо обращать внимание то есть если например самостоятельно вы выявили ошибки или вы готовите уточненку по требованию которое получили то во-первых вы должны подать сведения в течение 5 рабочих дней а во-вторых вы должны пересчитать то есть соответственно исправить ошибку пересчитать налогооблагаемую базу заплатить пересчитанный налог и только после этого отправить уточненку потому что если вы сделаете это в обычном порядке то вы нарветесь на штраф и на пение то есть соответственно здесь у нас ритуальный так сказать ритуальный танец это исправляем ошибки платим налог и только после этого отправляем уже уточненную декларацию или уточненный расчет и еще один ну скажем так ложка дегтя про которую я хотела бы напомнить это новые основания для признания налоговой отчетности непредоставленной то есть вы например отправили по срокам ничего не нарушили и сидите спокойно дышите и вдруг вы получаете уведомление что ваша отчетность признана непредоставленной что это такое то есть с прошлого года с 1 июля ой извините уже даже не прошлого уже позапрошлого 21 года вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств когда расчеты или декларации могут считаться непредоставленными основанием является федеральный закон 374 фз и касается он именно правовой составляющей подписей то есть налоговая декларация может быть подписана неуполномоченным лицом налоговая декларация подписана дисквалифицирована физическим лицом если имеются сведения о смерти подписанта до того как отчетность была подписана то есть это вообще как бы мошеннический вариант а вот следующий к сожалению очень часто встречается на практике то есть в отношении руководителя подписавшего отчет внесена запись в ЕГРЮ о недостоверности сведений о ней и соответственно эта запись появилась в реестре ранее даты предоставления отчетности почему это достаточно распространенная ситуация потому что например руководитель поменял паспорт а кадровики про это ни сном ни духом и соответственно сведения для исправления данных в ЕГРЮ не предоставляли или например паспорт сменился по возрасту или в случае вступления в брак в этом случае нужно быстро-быстро подавать сведения в ЕГРЮ для приведения в соответствие с реальной жизнью ну и потом еще прилагать усилия для того чтобы ваше юрлицо исключили из всяких черных списков куда вы с этим попали и вот еще один момент в декларации по НДС налоговые органы обнаружили расхождение с контрольными соотношениями вот это тоже к сожалению часто и неприятный пункт и самое основное которое касается персонифицированной отчетности это если содержатся ошибки в расчете по страховым взносам но одна из наиболее частых ошибок которые встречаются в этом случае это неправильно примененные правила округления то есть когда у вас достаточно большой перечень физических лиц по ним есть начисленные взносы соответственно рассчитаны налоги но при округлении у вас возникли расхождения соответственно в случае если налоговая признает вашу отчетность непредоставленной обращаю еще раз внимание отчетность вы отправили вовремя вы отправили ее по всем правилам с применением правильных подписей но налоговики обнаружили какую-либо одну из вот этих вот ситуаций и прислали вам уведомление о том что ваша отчетность признана непредоставленной в этом случае у вас есть те же пять дней когда вы должны подать возражение предоставить документацию почему это приключилось и естественно бегом-бегом вносить изменения в регистрационные данные поэтому регистрационные данные перед составлением отчетности обязательно нужно проверить то есть запросить выписку за игрю и проверить что у вас нету ни одного из перечисленных пунктов на этом к сожалению наше время с вами уже закончилось я хочу вернуться снова к началу нашей встречи и показать вам титульный лист с нашими контактами то есть электронная почта телефоны телеграм контакты хочу напомнить что вела сегодняшнюю встречу я консультант аналитика Динас Галина Гардышева мои контакты вы тоже здесь видите и контакты нашего сайта соответственно мы приглашаем вас посетить и сайт посмотреть у нас достаточно много и нормативной и учебной информации там размещено ну и плюс хотим пригласить вас к сотрудничеству мы делаем абсолютно весь спектр работ которые связаны с программами 1С и поэтому приглашаем вас к сотрудничеству будем рады оказаться вам полезными и выполнить для вас любые услуги то есть это и настройки и доработки и внедрения и продажи ну то есть весь спектр поэтому будем рады сотрудничеству и разрешите на этом попрощаться всего доброго до сих пор до сих пор Продолжение следует...